Зачем иду я воевать, чтобы не врать, чтобы не подтягивать родне, ты здесь нужнее, чем на войне. Найдется кто-нибудь другой, кто встанет в строй, кто примет бой. За это неумение жить, не грех и голову сложить. Ой, черный грач. У меня была действительно такая история, ночью ко мне грач постучал в окно, зашел, не влетел. Я открыл это, дверь была балконная на третьем этаже, в Париже было. И он, наверное, ночью, в пару часов в шесть утра уже, в ночью, стучал, я отпустил, он пошел ко мне, спрыгнул на стол. Я на Олимпии печатал себе, он по клавишам Олимпии начал что-то привыкать. А я до этого сидел, как-то ночью с мамой разговаривал, который уже тогда не был. Ну, так получилось, я сам не заметил, как-то ночью уже, шести уже, четырех, и я просто вслух разговаривал с мамой. И я с ним начал как-то, я ему что-то говорю, он по клавишам привыкнулся. Так, вот, ну, я думаю, может, больной, там, нет, на самом деле, все вроде нормально, у него принес молока, я не знаю, что грачи взять там. Значит, потом пошел спать, я уже за ней вставал, прислывался, и мы с ней разговаривались. Я говорю, там, увидишь птицу, не являйся по-то мне. Вот, и, ну, в общем, такая была история. И потом, вот, этот грач меня преследовала, такая картинка, когда ты хочешь что-то сказать или матери. Потом мне до ней объяснила, говорит, ну, как она поняла, что это такое, что это было, кто это был. И вот, вот это уже до Донецка сохранение. Ну, черный грач, простите, брат, я ополченец, я солдат. И может жизнь в момент любой позвать меня на смерть. И мать опять не спит моя в начале Господа моля о том, чтоб сын ее родной живым с войны пришел домой. Скажи мне, грач, какой же толк в словах про память и про дух, когда не сможем мы сберечь ни нашу честь, ни нашу речь? И плачет женщина моя, ночами Господа моля, чтоб хоть изранен, но живой с войны вернулся я домой. Мой грач, как бы я хотел, устав от сходных, ратных дел, лежать в груди жену и мать, и просто жить, не воевать. Но плачет Родина моя, меня о помощи моля, и я иду опять, мой грач, на этот зов, на этот плач. Шкаф за миг до расстрела, Мирославу Рогачу, ополченцу слова, на несколько часов раньше меня, попавшему в плен нацгвардии батальона «Донбасс» и разделившему со мной на тот момент инвалидом с перебитой ногой и с поломными ребрами, шесть дней и шесть ночей в железном шкафу, в темноте, на холме, в предместе Лавайска, под перекрестным огнем нашей артиллерии, о перерывах между артовстрелами в постоянной готовности к расстрелу. Сам весь один сплошной синяк, пустяк, да что там, возился нянчился словак со мной трехсотом. В такой мы влипли с ним экстрим, в такую кашу, но мы нашли друг друга с ним, спасибо шкафу. Ему скормили мы с руки в пространстве адском, шептал на русском я стихи, он на словацком. Свист, взрыв, шкаф гнется и дрожит, и крышкой машет, в бомбоубежище бежит охрана наша. Земля зашиворот в рукав, свистит осколок под монолог о том, как в шкаф был путь твой долог. Арт-обстрел на редкость лют в нас съем майоты, зенитки, гаубицы бьют, бьют минометы. И заглушая в сотый раз твой голос мира, шесть долгих суток лупят в нас все пушки. Мира затихла, жив, не ранен, брат, полон плана, и из убежища назад спешит охрана. Что живы, суки, ваши вас жалеют, значит, бляпу, в следующий раз шкаф расхерачен. Француз, словак, немая слив, агенты раши, еще принесло вас двух козлив в Украину нашу. Боюсь вам хлопаться не понять, шум, что там снова, отходим, пленных расстрелять и лязать. Заск засула, все от мира, занавес, отбой, ни риф, ни шуток. Я счастлив был прожить с тобой шесть этих суток. За миг, как ввысь, в слезах, в огне, душа вспарила. Твоя улыбка, мир, мне, жизнь озарила.